У Франции и Англии был шанс остановить Гитлера, но они его упустили. Память об огромных потерях в Первой мировой войне – причина того, что Запад стремился избежать нового конфликта. Зная это, Гитлер нарушал послевоенный договор. Начал перевооружение и строительство флота, заключив сделку с Англией. Занял Рейнскую демилитаризованную зону при попустительстве Франции, присоединил к рейху Австрию. У политики умиротворения агрессора была и другая цель. Германию считали бастионом против большевизма. Наконец, на совещании в Мюнхене Гитлер получил карт-бланш на оккупацию Чехословакии. Часть ее территории при этом доставалась Венгрии и Польше. СССР в Мюнхен не пригласили, его протесты не учли. Польша не дала советским войскам прийти на помощь Чехословакии. Это подтолкнуло СССР искать союз с немцами, заключить через год свой собственный пакт и разделить уже саму Польшу. Вернувшись из Мюнхена, британский премьер Чемберлен заявил «Я привез мир нашему поколению». До начала войны оставался год.